Мне 40 лет. Основной свой род интересный – это, конечно, предпринимательство, инвестиции. Я обычно не совсем люблю об этом говорить, потому что они считают самым главным в своей жизни. У меня большая семья, любимая жена, трое детей. И, конечно, я очень люблю бегать. Люблю бегать трейлы, ультрамарафоны в разных частях света. Для меня трейл-ранинг, трейл – это, в первую очередь, свобода. Свобода выбора, свобода принятия решений. Ну и никогда не навязывать свою позицию. Я отдавал себе отчет, что просто не будет. Мы начинали как раз в тот момент, когда начались всяческие экономические проблемы в стране. Самое главное для успешного старта, на мой взгляд, это, конечно, если ты умеешь правильно расходовать средства, это, конечно, наличие партнеров, надежных партнеров. Я прекрасно понимал, что только большой глобальный старт можно заинтересовать больших игроков. Людям нужны эмоции. Им не нужна минута молчания перед стартом. Им нужны эмоции, им нужно давать ощущение праздника, настоящего праздника, неподдельного. Музыка, отношения маршалов, отношения каждого сотрудника, что он получает в стартовом пакете, что он получает на трассе, какие ощущения там имеют, чем он может поделиться потом, захочет ли он приехать потом. Как показывает практика в нашем случае, да, это происходит. Нехватка ресурсов каких-то, да, административные ситуации. У нас не было опыта, у меня не было опыта работы с администрациями и так далее, правительство, да. Вот. Все это приходит с опытом. Каждый, нюанс приходит с опытом. Я не видел ни одной гонки, чтобы она вот прям сразу происходила с нуля. Вот я только что бежал в Македонии, я там потерялся. Но у меня не было претензий к организатору, потому что я понимаю, что такой трейл. Я сам его делаю, я сам прекрасно понимаю, что ветер подул, ленту сдул, она улетела, все. Закон трейла, 50 метров не видишь метки, возвращайся назад. Первый зимний ультрамарафон российский. Я считаю, что он первый удался с точки зрения организационных вопросов удался. У нас там была проблема с гардеробой, к сожалению, но просто это мы не учли. Но в целом вот старт очень хорошо получился, и мы готовы уже к следующему в 2019 году. Регистрация будет открыта 21 июля как раз на ГРУТе. ГРУТ самый-самый успешный для меня, мне кажется. Если в целом брать, вот в целом, это, конечно, 16-й год. В 2017 году, к сожалению, нас подвели в некоторые моменты. И, естественно, в 2018 году у нас сейчас еще больше участников. Конечно, такого больше не будет. Сейчас у меня выросла команда. Такие же люди, которые все понимают, которые изнутри видят, как все это делается и происходит. Мы взрослеем, мы матереем, мы стали ветеранами уже. Мы переходим уже в четвертый год, потом будет юбилейный старт ГРУТа. Если говорить о Крэзи Алт, то, как я уже говорил, вот у нас его концепция такая. Во-первых, она не такая глобальная. Там не бежит там две-три тысячи человек. У нас лимит участников 500. Участников осталось всего на данный момент сейчас 45 мест. Цель вот такая. Она служит некой, эта гонка съезжает некой объединяющей тех ультрамарафонцев, которые уже есть, и приглашающей новых участников, которые хотят попробовать что-то такое ночной ультра-старт. Не нужно далеко ехать. Это находится под Ростовом Великим, гора Святой Марии. Вот кто-нибудь знает вообще, где находится гора Святой Марии, 200 километров от Москвы. А здесь такая есть сумасшедшая достопримечательность, забытая, где встречались дружины русских князей перед походом на Византию. Там была похоронена Мария Египетская. Там очень-очень уникальное святое мистическое место. И мы подготовили трассу, что сначала ты стартуешь в темноте, по таким, по лесам, по полям, по лугам, среди вот древних мест. И в конце, когда начинается рассвет, ты попадаешь на эту гору Святой Марии. И ты видишь рассвет, ты его встречаешь там. А там еще такие здесь карьеры, то есть там очень красиво. Там очень красиво. И вот это вот сочетание всей трассы совместно, это эстетика. То есть трейл-районинг, это еще и эстетика, это природа. Российская природа, одна из самых красивых на планете, да, и опять-таки недооценена. 500 участников, уникальная медаль. В следующем году забег будет в другом месте. Другая будет трасса, тоже 50 километров, но уже другая. Будет другая медаль, другое место, другие эмоции. Здесь это нужно прямо сейчас, потому что он неповторим. Больше там не будет этого старта. И каждый раз там будет перед стартом рок-н-ролл концерт. В этом году это будет в стиле Guns'n'Roses. Там будет играть, можно сказать, практически живой Guns'n'Roses. Кстати, концерт скоро будет, а тут они вот у нас будут играть в деревне Филимонова, недалеко от Ростова. Вот. Плюс там, конечно, всякие, знаете, можно будет сделать временные татуировки, там. Вот это вот такой стиль рок-н-ролльный, да. Вся тусовка, 500 человек приезжает в этот стартовый городок из отеля туда, мы их довозим на автобусах, и вот будет такая тусовка перед стартом полтора-два часа, и потом в 12 часов ночи старт и бежать вот в темноте. Вообще идея этого старта пришла, когда мы делали Matt Fox Ultra. Мы бежали командой, и просто на один момент я говорю, ребят, давайте остановимся, выключим свет фонарей. Мы просто ночью бежали, выключимся фонарей, выключили. И просто мы знаем трассу от и до, да. И когда мы выключили свет, мы поняли, просто вокруг никого. Мгла, тишина, какие-то там птички поют. Подмосковье есть, можно сделать ночной старт? Можно. Любой. Ультра-старт, не ультра-старт. Но это будет не то. Ты будешь слышать машину, ты будешь слышать там дома, голоса людей, то есть шум. А здесь просто абсолютно вот глухое место. Ты сам один. Вот эта вот составляющая философская такая, побыть с тобой или там с друзьями, и вот бежать, вот это преодоление в темноте, это очень круто. Это один из самых эмоциональных и запоминающихся стартов в России. Вот можно так сказать. Потому что все, что там происходит, все, что там происходит, это сделано для этого, это сделано для людей, это сделано для того, чтобы как можно дольше это помнить и не забыть никогда. Вот что такое Golden Ring Ultra Trail. В центре России забег с душой и для людей. У нас различные мысли различного вида проекты. У нас еще три дополнительных проекта на подходе. Вот я как раз о них еще раньше сказал. Вот если у нас получится все, то свет увидит еще кое-что от нас интересное. Но на данный момент мне лично бы не хотелось бы распыляться. Вот у нас сформирована команда, сейчас мне очень хорошо помогают ребята, и у нас отдельные команды, и все у нас есть. Вот, для этого. Вы знаете, ну на самом деле, вот я раньше считал марафоны, марафоны, а сейчас перестал считать. Они уже перевалили у меня за сотню, вот, и я их сейчас бегаю, сами марафоны, как тренировки. Но для меня, если говорить о марафонах, то, наверное, два старта были самыми эмоциональными. Это берлинский старт, где я пробежал вот свое лучшее время. И второй старт, это был последний московский марафон, вы удивитесь, может быть. Но я бежал пейсером с Володей Волошиным, и вы знаете, я такого кайфа давно на марафонах не ловил, честно. Я бежал пейсером. То есть я там орал, включал музыку. Для меня там четыре часа было легко бежать, нетрудно. Вот, и мне очень понравилось, если говорить об этом. Я бежал сотку Zug Spitz Ultra Trail. Это самый массовый немецкий ультрамарафонский старт. Там много дистанций, но мне очень понравилось. Я там себя, ну, вот, она меня, она меня вот сильнее подготовила, стать сильнее, да. Она меня как-то вот, мой организм до конца уже перестроила и сделала меня, наверное, вот соточником ультрамарафонцев. И вот, когда вот эти эмоции на старте я испытал в «Трансвулкане», вот тогда я понял, что, наверное, вот это вот эталон, эталон старта, скажем так. Не самой гонки, хотя, конечно, она организованно идеальна, на мой взгляд была, но именно эталон старта – это было нечто. Это было шоу, это было нечто. Я думаю, что вот пока ни у кого не удалось перебить. Для меня вот этого вот именно старта – фантастика. Нигде до Антинори, очень хороший ресторан, итальянский. Астерий сейчас открывается. А, знаете, какой классный еще? На Цветном бульваре, на Цветном бульваре открылся, они в Питере первые открывались. Русский проект, российский проект, там ни шеф, ни итальянец. И очень паста сумасшедшая. Прям вот на Цветном бульваре на той стороне пробка. Называется пробка, вообще, во, там паста очень вкусная. Вы знаете, я скажу так, ребят, пожалуйста, не принимайте это как руководство к действию. Но если честно, если, например, я после финиша выпиваю безалкогольное пиво, я могу еще столько же пробежать. Я не знаю почему, но на меня пиво действует именно таким образом, именно безалкогольное. Я не пью алкоголь. Я не знаю почему, но оно помогает мне очень быстро восстанавливаться. То есть я могу, допустим, у меня всегда ультраморфон так. Я пробежал 100 километров, выпил бутылочку пива, там поел хорошо, отдыхаю, да. На другой день я сразу заминаюсь. Я не даю себе возможности, то есть отдохнуть. Я то есть бегу там, может 10 пробегу там, ну, с легким темпом. Но обязательно, чтобы организм был всегда в тонусе. Мне пиво помогает восстанавливаться. Субтитры сделал DimaTorzok